Пишем, да? Камера, экшн, мотор, поехали, короче Ну что, всем доброго времени суток, ребята Как вы уже успели посмотреть мой обзор на вашу любимую Гранту FL И поняли из обзора моего мнения об автомобиле Обзор, который вы очень-очень долго ждали, очень долго просили меня Вы уже посмотрели, вот, скорее всего, оставили огромное количество комментариев там под видео А те, кто его не смотрел, то проходите, пожалуйста, на канал В общем, вот, и посмотрите, оцените мой обзор на все автомобили В итоге, по названию этого ролика вы поняли, что Лада Гранта FL Drive Active уже на стадии продажи В итоге, почему я решил продать этот автомобиль, сейчас вам объясню Что мне не понравилось в этом автомобиле, зачем я его продаю, вот, что будет дальше там и так далее Что будет после этого автомобиля Ну, в принципе, все просто, все очень просто Несмотря на то, что огромное количество комментариев было по поводу того, что Давай, оставляй этот автомобиль, сделай из него достойную Ладу там и так далее Сделай из него полный привод Очень много комментариев Перещей ему салон там, сделай музыкальный какой-то проект там, я не знаю Поставь на него компрессор, дрочи лябля там, я не знаю, турбину там То есть, вариантов было предложено уйма, прям куча кучная Да, ну, в итоге я пришел Хотя, очень много людей писали, оставь это, это неблагодарное дело Продай его и забудь это все, как страшный сон В принципе, что я решил сделать Я решил этот автомобиль продать Почему я его решил продать, сейчас объясню Все очень просто, ребят, все на самом деле очень просто Ничего сложного нету и все это лежит на поверхности Я тот человек, который, ну, буду прямо говорить Я главный хейтер, так сказать, автоваза, да То есть, главная проблема автоваза, если можно сказать, это на ютубе Так-то, в принципе, что я, капля в море, да И по большому счету, и может быть и похуй, да Но я их не, на ютубе я их не главная проблема, вот Я достаточно удачно, да, приношу им проблемы Вот, почему я решил все-таки продать этот автомобиль Я поездил на него 500 с чем-то километров И с тех пор, как вы посмотрели обзор В принципе, тачка больше не двигалась Она покупалась только для того, чтобы сделать обзор Очень много людей тогда меня поругало за то, что вот, типа, ты пиздобол там и так далее Не отвечаешь за слова и так далее Так или иначе, этот автомобиль покупался для того, чтобы сделать обзор Да, я не успел сделать обзор на него первым Но я сделал, наверное, один из лучших обзоров Один из самых правдивых обзоров на этот автомобиль И если вы можете поспорить с этим, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии внизу Я читаю очень часто, читаю комментарии Не всегда получается отвечать, но я читаю Так что я с удовольствием прочитаю все, что вы там и напишите И то дерьмо, которое вы на меня польете И в этой серии я тоже с удовольствием прочитаю Вот, в итоге, почему я продаю Я поездил на этой тачке 500 с чем-то километров И понял, что этот автомобиль не для меня Эта тачка, это не тот автомобиль, который я должен оставить себе Не потому, что я вот хейтер автоваза Не потому, что я ненавижу ладу Просто потому, что я не вижу смысла в покупке этого автомобиля Ну, не то, чтобы в покупке Я не вижу смысла оставлять его у себя Чтобы пользоваться им, ездить на нем каждый день Там, решать какие-то дела там и так далее Да, то есть, просто оставить его в пользовании Ну, у себя, в своей семье там и так далее Чтобы он там приносил благо там Или еще что он будет там приносить Просто решу, что это не надо Мне смысла от этого нету потому что, в принципе, когда я сажусь в этот автомобиль, я чувствую себя отвратно, я говорю конкретно за себя, каждый чувствует себя так, как он себя чувствует, я чувствую себя отвратно в этом автомобиле, потому что каждый день, ну, когда я езжу на этом автомобиле, не каждый день, а в тот день, когда я езжу в автомобиль, тот момент, когда я езжу на этом автомобиле, я себя начинаю ненавидеть, ненавидеть, и я не тонирую этот автомобиль, не ставлю на него номера, не ставил, да, то есть очень много людей по городу меня останавливало, И кричали, как? Как? Просто как ты борода взял и купил? И мой ответ всегда был прост. Как-то меня остановили парни на Ниве, и вот ночью открыл дверь и говорит, как? Я говорю, вот точно так же, как и ты. Вот самый простой и такой логичный ответ. Вот как ты, так я. Поэтому в те моменты, когда я нахожусь за рулем этого автомобиля, я чувствую себя паршиво. Паршиво, потому что, ну, все в этом автомобиле меня на самом деле раздражает. Все, вся история этого автомобиля, все его естество меня раздражает. Я езжу на этом автомобиле, и в каждой детали этого автомобиля, в каждой мелочи, в салоне, в интерьере, во внешнем виде, я чувствую наебку. Я чувствую, что меня в этой тачке наебали. Наебали прям жестко, очень жестко наебали и прям потроллили. Не то, что наебали, а прям потроллили. Я вот езжу на ней и почему-то чувствую, что у меня на лбу написано долбоек. Я не говорю за каждого, каждый как бы он покупает, ездит то, на что он имеет те или иные возможности, да, это дело каждого, как говорится, да, я никого не заставляю не покупать, я никого там не заставляю покупать, вот, я говорю сейчас конкретно о себе. Я не считаю это никаким абсолютно инновационно новым автомобилем, я не считаю эту тачку никаким техническим прорывом, я не считаю никаким прогрессом, я не вижу ничего нового, я понимаю, что это все фарс, вот этот автомобиль это чистейший фарс, понимаете, поэтому поездив на нем, я понял, что я не хочу его у себя оставлять, не хочу. Почему я не делал на него проект, да тоже элементарно все лежит опять же на поверхности, чтобы из этой тачки сделать нормальный автомобиль, который будет тебе по душе, конкретно мне, да, по душе в него надо ввалить огромную сумму денег, огромную сумму денег, вот вваливать вот это дно я не хочу, я реально не хочу вваливать вот в это свои деньги, не хочу просто тратить их в никуда, понимаете, я это не окуплю и все это, вот этот автомобиль я, в этот автомобиль я ввалил больше миллиона рублей, больше миллиона рублей, вот вложено вот в этот автомобиль, я сижу и когда вижу этот автомобиль, я горжусь своей работой, понимаете, я горжусь своей работой, я вижу, я вижу в нем искусство в этом автомобиле, да, вы скажете, это старая 34-ка, это говно там и так далее, да, может быть, может быть, это старая машина, но это далеко не говно, говно вот это, а вот это произведение искусства, Она стоит и радует мне душу, радует мне глаз, проезжая мимо людей, я вижу, как люди оборачиваются, смотрят на нее, да, то есть на этом автомобиле я дарю людям настроение, понимаете, вот помимо, не то, что я дарю его себе, себе я его безусловно дарю, потому что это моя любимица, моя красавица и моя мечта, да, то есть мечта детства, которая мною была воплощена. Я дарю людям эмоции, дарю людям радость, и поэтому все, что я потратил в этот автомобиль, ну, каждый этот рубль окупается, и окупается не в финансовом плане, что я вот буду его продавать, там, и так далее, а окупается душевными эмоциями, понимаете, улыбками, там, и так далее, когда человек видит, что твои труды, они оцениваются людьми, оцениваются, и это очень приятно. Засовывать сюда огромное количество денег, и понимать, что это не окупится, и никого ты ничем не удивишь, вот в этой ладе, да, ну, я не хочу, я не хочу засовывать туда денег, если сейчас по минимуму считать, то я вам даже приблизительно могу накидать минимум, да, там, плюс-минус, сколько денег надо потратить в этот автомобиль, чтобы из него получился автомобиль. Начнем с самого простого, так скажем, с молодежного, то, что я считаю себя молодым человеком, вот, и прихоти у меня тоже в автомобиле, они такие более молодежные, там, и так далее, да, то есть начнем с первого, это бронь, наклеить просто бронь, чтобы не было сколов. Я человек, который любит ухаживать за автомобилем, я ухаживаю за автомобилем, потому что я люблю вообще автомобили, если я беру автомобиль для себя, я пытаюсь его сделать под себя, как каждый нормальный человек. Я считаю, что автомобиль, помимо того, что он должен возить тебе твою пятую точку от точки А до точки Б, он еще должен приносить тебе удовольствие. В общем, изначально бронь, хотя бы морду забронировать стоит, ну, хорошей пленкой давайте, нет, не хорошей, средней пленкой, будет стоить около 30 тысяч, 30 тысяч. Поставить дисочки, дисочки, кто не любит дисочки на машине, да, выкинуть вот это фуфло и поставить дисочки, хорошие диски, там, они важны от размера, вот, с резиной, это, опять же, ну, плюс-минус, если брать бушкой и с новой резиной какой-нибудь китайской, ну, в среднячок это 50. Шумоизоляция, шумоизоляция, достойная шумоизоляция, опять же, в среднячке стоит, ну, 40 тысяч, да. Поставить противотуманки, тонировку, всякие мелочи, там, да, там, хороший свет, хорошую оптику, поиграться с оптикой, может, как-то сделать линзованную оптику, там, плюс-минус вот эти мелочевки, ну, давайте брать, там, 15 тысяч в среднем. И вот так набегает, там, музыку, нормальная музыка, тоже, полкишок, уже 200 и выше, понимаете, 200 и выше, поставить сигнализацию, потому что на этой швабре нет сигнализации, блядь, там есть центр-замок, который работает только с ключа, блядь, они зажопили просто кнопочку, понимаете, вот, тоже сигналку поставить 1020 в подкапотку, блядь, чтобы засунуть, там, какие-то валы, прописать ее, да, не говоря уже какой-то турбине, там, или еще что-то, дразделяк. Просто хотя бы просто поставить какие-то туда валы, вот, прописать, там, и так далее. То есть, все это вкупе получается около 300 тысяч. 300 тысяч валивать вот это говно, блядь, ну, я не хочу. Ребят, я реально не хочу валивать вот в это 300 тысяч, и машина мне встанет в 800, почти 900 тысяч. За 900 тысяч, ребятки, я могу купить такой кар, да, что буду ездить, кутить, да, кайфовать, блядь, и все, что я вам сейчас перечислил, будет в этом. Это будет иномарка, если взять сейчас любого европейца, будь то BMW, будь то Mercedes, там, еще что-то, из японцев, очень много вариантов, да, там, то есть, приобрести себе под миллион тачку, которая будет, вот, прям, с привеличающим комфортом возить твою жопу, блядь, жопу, и ты будешь ездить и прям кайфовать с этого. Кайфовать и не будешь до этого доебываться. Ездить вот на этой чехарде, бля, понимая, что ты вложил туда немеренную сумму денег, немеренную, 300 штук, там, и так далее, да, чтоб хотя бы как-то она тебе напоминала автомобиль, ну, по мне, глупо, я не знаю, я не хочу валивать туда такую сумму, бля, я лучше, тесно, я ее сейчас отдам, отдам ее, не то, чтобы в хорошие, в надежные руки, там, и так далее, человек, пусть делает с ней, что хочет, сразу говорю, я продаю ее дешевле, дешевле, чем взял, то есть, я уже сразу с той суммы, которую сделал в 580 тысяч, я сделал скидку, и человек забирает новый автомобиль, практически новый автомобиль, по сладкой цене, по цене, по которой он в салоне его 100% не купит, ему его никто не даст, плюс, там, поменяли масло на хорошее, ну, вот, постелили туда коврики, там, и так далее, ну, как, как доп. опции, знаете, приятные мелочи, короче, которые не делают, блядь, в салоне, вот, поэтому, ребятки, я решил продать, решил продать этот автомобиль, чтобы, ну, не мучиться, не то, чтобы не мучиться, чтоб она у меня не встряла, чтобы не валивать деньги, вот, безвозвратно, непонятно куда, потому что я еще так посидел, подумал, и у меня еще один проект, которым я занимаюсь, это проект Кайго Марти 36 компакт, который надо делать, в который надо валивать деньги, так я лучше туда валю деньги, ну, и плюс ко всему, поездив, поняв, что это за машина, она, ну, просто поняв, что тебя это бесит, несмотря на то, что это новая тачка, я первый раз в жизни, первый раз в жизни, я приобрел себе автомобиль с нуля, выкатил его с салона, это, у меня были новые Лады, так скажу, приора у меня была, там, спорт у меня был, там, и так далее, да, вот, они у меня были, но первый раз я выкатил ее с салона, первый раз, новую машину я выкатил, и, честно говоря, я не остался доволен своей покупкой, я не остался доволен своей покупкой не потому, что я там хуйсошу автоваз, нет, потому что этот автомобиль убить не за что, я, моя душа его не принимает, не за что принимать, понимаете, потому что я понимаю, что происходит там, я понимаю, как нас наебывают, эти люди выезжают за счет нас, за счет нас, я очень долго сидел, очень долго сидел и понимал, почему так, почему так, почему столько лет, столько лет наш завод, наш автозавод, наш автопроизводитель нас наебывает, почему, почему они не могут, не в состоянии выпустить нормальный автомобиль и дело не в курсе доллара да там и так далее это все мелочи понимаете дело далеко не в этом у нас есть абсолютно все для того чтобы сделать конкурентноспособный автомобиль как конкурентов как конкурентный автомобиль абсолютно конкурентный автомобиль даже тем же тошноткам какие хунда это мои так далее volkswagen полоседан для который седан только для нашей страны производится блять там китайцами т.д. мы это можем сделать мы можем это сделать них есть все возможности для этого но не делают потому что им это не надо люди не хотят тратиться потому что это и так продается и просто посидев и подумав я понял что истина она вообще на поверхности ребят это на самом деле так и вы сейчас меня поймете дело в том что они монополисты чистые монополисты вот абсолютные монополисты они создали монополию убив другие заводы убив других автопроизводителей у нас нашим же отечественных понимаете то где как и что мои так далее до который выпускал конкурентоспособные тачки на тот момент понимать о них просто убили уничтожили вот и стали монополистами на рынке они стали монополистами и в нашей стране нету больше автопроизводителя который может быть для них конкурентом понимаете конкурентом поэтому смысла выпускать в надежных каких-то качественных тачках нету просто нету потому что нету нормального конкурента то есть конкуренты есть там грубо говоря да и не даже не конкуренты это ну я бы не назвал конкурентами honda и танки и так далее это автомобили которые на голову дороже да там может быть даже где-то и выше то есть в этом ценовом сегменте у них нету абсолютно никакого конкурента они чистейшие монополисты и это очень 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 удачно понимаете поэтому никто ничего не хочет менять никто ничего не будет менять и это будет все продолжаться еще не один десяток лет не один десяток лет пока не появится конкретно нормальный конкурент наш отечественный конкурент вот этому вот барахлу как только он появится они зашевелятся но я думаю что дать сделают все доделали делают и буду делать все для того чтобы конкурента не было поэтому вся правда она по большому счету на поверхности им это не надо делать потому что мы с вами и так это все покупаем жизнь человека настолько хреново в этой стране что человек уже знаете как он для него это уже вот прям знаете как истина вот прям вот такая прописная новое значит лучше то есть нас загнали вот в эти ранки что мы думаем новое значит лучше вот такое новое лично мне не надо ну вот такое новое мне не надо это это вот прям в цвет да все новое хорошо Сука забытое старое, бля Это вот проявление вот этого всего Все новое, это хорошо забытое старое Но у нас оно до сих пор не забыто И все, что они делают, это чистые воды издевательства Чистые воды издевательства над людьми Назовите мне хотя бы одну страну Которая вот так издевается Над своим потребителем Я не знаю такой страны Которая делает Имея возможность делать автомобили Делает друшлаг, бля Самый настоящий, бля, друшлаг А это так и есть Это на самом деле друшлаг Просто, бля, ебануться Она какая удлярская и уебищная стала Бля, пацаны тут, бля Посоветовали одно очень интересное приложение Номерограмм называется, бля Такая, бля, интересная штука Просто пиздец, отвечаю Ничего сложного, бля Берешь, скачиваешь ее, все ссылочки будут в описании Скачиваешь, короче, это приложение Вбиваешь туда номера И, ну, отслеживаешь историю автомобиля По номерам, узнаешь, бля Там просто даже ради прикола Берешь соседскую машину, бля Да, вбиваешь туда, бля Номера, бля И в автомобиле И отслеживаешь, что это за машина Где стояли номера раньше И вообще, бля Может, у вас сосед возил, бля Самотыки там Я не знаю Фалоимитаторы красные На батарейках Может, она в такси работала там И так далее Где была бита там Или еще что-то Может, угнана была Где-то в каких-то сводках И так далее Я вот просто прикололся сейчас И ввел, короче, знаете что Ввел Взял, короче, номера Того X-Ray Собачьей будки, да Вот, из моего обзора, бля Вбил сюда, вот И ошалел, бля Просто, что с этой тачки Стало Приколись Просто какая-то уебище, бля За обвесы на него повесили Ебать Нигде регистрироваться Ничего оплачивать не надо Просто перейдите по ссылке Скачайте себе это приложение И, бля Узнавайте историю У машины, там, и так далее Может, какая-то конкретная тачка Вам интересна И вы хотите ее пробить, там, и так далее Была на ДТП, там На каких машинах стояли До эти номера, бля Я вот Монзу тоже свою пробил Но эти номера Здесь, походу, бля Как их поставили Так и живут, короче, бля Скачивайте и прикалывайтесь Просто развлекательное приложение Так что Все ссылочки в описании На приложение на Мирограм Вот такая вот штука Что будет дальше? Не знаю Я вот сейчас Честно говоря Хочу с вами поделиться Может быть так получится Что может быть Скорее всего В начале следующего года Должны появиться в продаже Рестайлинговые Нивы Вот Сегодня я был у дилера В общем, разговаривал Мне было интересно В общем, потому что я Видел фрагменты Салона Так сказать Этого автомобиля В рестайлинге Опять же Очень интересно Сделать обзор Но уже, скорее всего Первым Потому что Сейчас мы продадим Эту машину Отдадим ее Новому хозяину Наверное Закажем новую тачку Новую Ниву И будем ждать ее Чтобы сделать По крайней мере Постараться Сделать обзор Первым Ну, если нет Так нет В итоге планы Такие Мы сейчас продаем Эту машину И двигаемся дальше Потому что Так или иначе Стоять на месте Нельзя Мне хочется делать Контент Мне надо его делать Я так или иначе Это делаю все Только ради вас Ради того Чтобы вы посидели Вечером Перед своими гаджетами Посмотрели Посмеялись Отдохнули Где-то позлились Где-то еще что-то Да Все делается Только ради вас Поэтому Эта машина Сейчас продается Вот И мы будем Двигаться Так сказать Дальше Ну, на этом Наверное все Больше там Говорить Нечего Я просто Хотел поставить Вас известность Потому что Вы на самом деле Моя аудитория Вот Которые Ждут видео Очень много Преданных зрителей Которые постоянно Пишут Бомбят в директ Да В комментарии Там и так далее Очень много Людей Которые прям Вот ну Бомбят И переживают За меня Там За канал И так далее За мою деятельность Вот поэтому Я оставлю вас В известность Что Никаких проектов По Этому автомобилю Не будет Ну что я считаю Что это глупо Тратить такое количество Денег Безвозвратно Безвозвратно Если в этом был интерес Интерес какой-то Для себя Да Вот То да Можно было бы Потратить Сейчас вы скажете Что будет интересно Посмотреть Там и так далее Я не хочу В принципе Ничего нового Я не сделаю С этим автомобилем Ничего нового Все что можно было С этим автомобилем Сделать Сделали очень многие Допустим Жора Вот Жора вообще Облюбил эти машины Он Блядь Фару залез И вылез С глушителя И все прекрасно знают Что можно сделать С этими машинами Как можно его Там тюнинговать Там и так далее То есть ничего нового Я не придумаю А проходить Уже пройденный путь И заново Изобретать велосипед Я Не имею Ни возможности Ни желания Вот Ну на этой ноте Мы завершим Вот этот выпуск Спасибо что были со мной Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Дизлайки Обязательно комментируйте Комментируйте Потому что Ребят На самом деле Ваши комментарии Они реально влияют На подъем моего Видео в топ Подписывайтесь на мой Инстаграм Аккаунт Asato Channel Official Вот он вот сейчас Вот здесь Вот он появился Вот так сейчас Раз так Оп И появился Asato Channel Official Ну и на этой ноте Хочу попрощаться С вами ребят Пожелать вам Всего самого хорошего Самого доброго Самого чистого И светлого Каждого из вас Отдельно Обнимаю И целую Ваши мысли Ребят С вами был Марат Борода Кольев И канал Asato Channel Не пропадайте А мы скоро Обязательно Вернемся С каким-нибудь Очень жарким Обзором Ну может быть Это будет А я вам не скажу Что это может быть Будет В общем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok